здравствуйте дорогие друзья сегодня мы поговорим о влиянии диет на здоровье ребенка про хорошее влияние знают все давайте поговорим какие отрицательные последствия могут быть от этих диет во первых нужно сказать что очень многим детям с аутизмом раз и прочим подобными диагнозами не нужны никакие диеты у них нет нарушений в работе желудочно-кишечного тракта и в общем то нет никакой причины чтобы они не ели какие-то продукты то есть таким детям нужны только разумные ограничения типа как не надо давать слишком много сахара с другой стороны существует много детей для которых действительно диета необходимо это дети с какой-то степенью повреждений желудочно-кишечного тракта и про них мы как-нибудь поговорим отдельно сегодня мы поговорим про так сказать модные диеты и про их влияние на ребенка большинство родителей вводят диеты в надежде на положительные результаты в развитии ребенка некоторые вводят диеты потому что действительно видно что у ребенка желудочно-кишечный тракт функционирует плохо собственно это вариант когда диеты необходимы вопрос какая если это этот вопрос не стоит то диета вводится с целью посмотреть а будет ли улучшение в его развитии в его состоянии в поведении некоторые родители основываются на каких-то анализах другие родители просто пробуют и смотрят в первую очередь все обычно начинают с диеты которые уже давно получила такую аббревиатуру bgbk то есть без глютена и без казеина собственно в самой этой диете ничего особо плохого нет кроме только того что набор продуктов становится сильно ограниченным даже в рамках этой диеты вполне возможно создать сбалансированное питание для ребенка при одном условии что ребенок готов эти продукты есть если ребенок не готов есть то что полагается по диете и он просто перестает есть часть каких-то продуктов то может возникать очень серьезный дисбаланс также иногда бывают дети с повреждениями поджелудочной железы и печени у которых имеется ферментная недостаточность там вообще отдельная история то есть там нужно очень тщательно подбирать продукты bgbk далеко не всегда в принципе возможно если ребенок не кушает сбалансированный набор продуктов неважно bgbk или полный то в таких случаях эта диета bgbk как мы собственно видали уже несколько раз может приводить к состояниям которые в общем то могут быть опасными для жизни например китоацидоз про всякие гиповитаминозы уже говорить нечего собственно они тоже могут возникать параллельно с диетами многие родители проводят избавление от паразитов для избавления от паразитов используются всякие натуральные средства фитодобавки и тоже здесь они делаются либо на всякий случай либо выполняются какие-то анализы которые в общем показывают есть ли реакции на какие-то паразиты например реакции на антитела или делается анализ кала на гельминты собственно в этих случаях все более менее понятно если есть паразиты то наверное от них надо избавляться хотя тоже не особо нужно заниматься фанатическим избавлением есть еще очень странные анализы когда по анализу крови определяют что у ребенка в крови там есть и паразиты и какие-то микробы и вот на основании этих анализов родители начинают делать противопаразитарные курсы один за одним при этом анализ повторяется значит то улучшение то снова ухудшение и ребенку в общем скажем так продолжают даваться весьма токсичные вещества если родители дают эти антипаразитарные средства во всякий случай то здесь редко доходит до реального вреда потому что ну родители дали один курс ребенка его пропил ничего не изменилось все довольны в общем галочку поставили родители считают что ребенок от паразитов избавлен вот гораздо худшие ситуации возникают когда паразитов которые по какой-то причине не хотят уходить от этих препаратов невозможно выгнать или может быть анализ показывает что-то неправильно и тогда ребенку даются антипаразитарные курсы один за одним причем зачастую все более и более сильными средствами и в таких случаях ребенок может получать просто огромные дозы очень ядовитых веществ ну как бы да не надо думать что если что-то вот натуральное вот из чистой травки то она совершенно безобидно и это не так есть травы которые очень ядовиты и очень сильно влияют на состояние организма как-то раз мы видели например взрослого человека который вот таким вот образом для профилактики принимал в течение года кору белого дуба то что человек получил проблемы с печенью это очевидно не только с печенью но и с желудком иногда мы видим детей со странными и плохо решаемыми проблемами с печенью и с поджелудочной железой выясняется что эти дети принимали по нескольку сильных антипаразитарных курсов начиная с черного ореха та же кора белого дуба настойки содержащие полынь и прочее список там очень большой потому что спектр этих препаратов он весьма обширен у таких детей могут возникать тяжелые аллергические поведенческие реакции практически на любые продукты то есть уже желудочно-кишечный тракт перестает функционировать как надо и в общем на совершенно безобидную еду по всем параметрам ребенок может выдавать совершенно дикую реакцию мир аллергия наглей на гречку или там ногтю бывает в таких случаях становится вообще очень сложно подобрать диету то есть подобрать такой набор продуктов чтобы ребенок не умирал бы с голоду это авитаминоза и при этом чтобы он не истерил чтобы его не обсыпала чтобы у него не было ацетона чтобы у него не зашкаливал сахар и все такое прочее то есть это состояние уже реально тяжелое в таких состояниях могут быть ситуации когда ребенку вводят диету чтобы снизить сахар а сахар вместо того чтобы снижаться он только повышается на противосахарной диете процит он говорит нечего он может появляться при малейшей нагрузке или при малейшей температуре в этих случаях необходимо заниматься восстановлением работы печени и желчного пузыря в первую очередь и это может оказаться весьма сложной задачей в обычных условиях из популярных сегодня диет можно упомянуть еще кето диету собственно про нее и и опасность уже много сказано и написано известно что сидеть на ней долго совершенно невозможно потому что вред для здоровья может получиться очень сильный ее можно вводить только под постоянным контролем то есть нужно контролировать состав крови состав мочи иногда это делают в стационаре эффект от нее как правило временный то есть после ее окончания все проблемы возвращаются иногда они даже усиливаются собственно это касается любых диет среди модных сегодня диет я должна упомянуть еще протокол немечика но это не чисто диета это еще всякие биодобавки скажем так мы интересовались этой темой вещь это спорная у некоторых детей есть очень тяжелая реакция на и нулин и на другие добавки и собственно эта реакция вполне ожидаемо знаю как работает и нулин и если у ребенка повреждена поджелудочная например из-за внутриутробной инфекции то вполне реакция может быть очень очень и очень скажем так нежелательной не так давно мы заметили что в моду стали входить диеты для поднятия гамк и для снижения гомоцистеина при том что в общем то понятно что ни то ни другое не имеет отношения к лечению аутизма тем не менее как бы люди это делают и надеются на улучшение но лично мы пока не имеем достаточно данных чтобы говорить про то как эти диеты влияют поэтому я сейчас подведу небольшой итог про принцип диет собственно хорош хорошо подобранная диета помогает она помогает только то время пока ребенок сидит на диете во многих случаях улучшения временные более того бывают так сказать ухудшение даже при том что ребенок продолжает сидеть на диете то есть например может быть так что изначально произошло улучшение ребенок продолжать придерживаться этой диеты улучшение прекращается и в некоторых случаях может даже наступать ухудшение после отмены диеты положительный эффект довольно быстро исчезает и в некоторых случаях состояние ребенка после отмены диеты может быть хуже чем было до диеты опять же я упомяну про опасность бесконтрольного использования в антипаразитарных препаратов я хочу сказать вот что что во первых они все без исключения ядовиты то есть не нужно тешить себя надежды что если это натуральное травяное то это исключительно безобидно нет любой препарат который убивает или выгоняет паразитов любого вида он ядовитый поэтому превышение дозы которые опять же будет разный для каждых для всех разных детей или слишком длительный прием этих препаратов может оказать разрушающее действие на печень ребенка на его жкт на его почки и этот ущерб бывает очень сложно исправить а иногда даже и невозможно ну и последнее наблюдайте за результатом если после первого курса антипаразитарного препарата вы не видите никаких улучшений в работе жкт то вероятно курс был не нужен и вероятно не нужно проводить дальнейшие курсы неважно что там уже показывают эти анализы и пожалуй вот вывод родители наблюдайте пожалуйста за своим ребенком если вы полгода сидите на бгбк диете и не видите разницы не в поведении не в работе желудочно-кишечного тракта то скорее всего эта диета вам тоже не нужно все до свидания всем хорошего дня